Привет, друзья! Что же, в этом долгожданном видео, в принципе, как для меня и как для многих других, кто мне писал и в ВКонтакте, и в Инстаграме, кто следит за моими историями, также подпишись обязательно на Инстаграм, многие писали, когда же установка будет долгожданного V6. Вот. Как бы в этом видео мы и рассмотрим изначально, что такое V6, что такое 2 литра. Вкратце, не будем вдаваться в теорию, будем рассматривать все по факту. То есть, в чем отличие этих двух двигателей, и не только двигателей, но еще и коробки, и в принципе нюансы по установке. Такие же, как кулиса переключения передач, потому что она у них абсолютно разная. И подойдет ли от 2 литрового двигателя коробка к 2.5, к V6. То, во-первых, могу сказать, в чем они в принципе отличаются. Да, это V-ка, 170 лошадей, это 4 цилиндра, 2 литровый, 136 лошадиных сил. Чем отличается, между прочим, СТ-шный, 205 лошадиных сил от обычного 2.5, 170 лошадей, столько, честно сказать, не знаю, не изучал, не читал, врать не буду, кому интересно, go в YouTube, сами изучайте. У меня есть вот V-шка, которую я снял с первого Mondeo, в принципе, видели, надеюсь, видео, здесь будет ссылочка. И, в принципе, наконец-то дошли руки до его установки. Больше интересует вопрос об подушках, об креплении двигателей, взаимозаменяемые ли подушки двигателя, или невзаимозаменяемые, крепление коробки, подойдет ли коробка передачи от 2-х литрового к 2.5 литрам, переключение кулис. И, в принципе, как бы, все. На этом мы, наверное, и остановимся, потому что все остальное это уже нюансы подключения проводки. Надеюсь, она по коннектам, по этому коннекту, по основному, который идет в подкапотном пространстве. Я надеюсь, они одинаковые, и они подают болтон, и как бы нужно будет поменять только мозги, за счет чего будет двигатель только у нас, как бы, работать, чтобы мозги видели, что у нас не 2 литра работают, а работают 2.5, так скажем. Для начала давайте рассмотрим самое первое, самое элементарное, что есть у нас под руками. Это переключение передач. Это у нас две абсолютно разные кулисы. В чем они разные? Вот кулиса от V6, и вот кулиса от 2.0. В чем у них, в принципе, отличие? У кулисы V6, так скажем, принцип, как у восьмерки, у русского автопрома, переключение передач за счет вот таких вот тяг. Вот этот у нас идет на переключение передач, первая, вот этого часть, то есть, думаю, видно, она и крутится и вперед, и назад, вот, и влево-вправо. Принцип восьмерочной, двенашки, и так далее, просто русского автоваза переднего привода. В принципе, переключение передач. И тяга, которая крепит через, ну, саленблок, чтобы вот эта вся часть у вас не ходила. Как она подойдет по крепежам в стандарте, я, сказать честно, не знаю, еще не смотрел. и переключение передач от двух литров. Она у нас идет тросиковая, это во-первых, и система на коробке стоит шифт, то есть, там стоит шифтер, два шифтера, точнее, который переключает, непосредственно включает сами передачи, и тот, который гуляет по нейтральной, так скажем, территории, в нейтральном положении рычага. крепежи у них разные, вот, и как бы устройства разные. Самое замечательное будет то, что если от двухлитрового движка подойдет коробка к двух, 2,5, ну, проще давать, давайте, двушка и V6, чтобы я не путался. Если подойдет коробка от двухлитрового к V6, будет просто замечательно. Не нужно будет мудрить кулису, и как бы, мне тросиковая система на шифтере, честно сказать, нравится больше, потому что она переключается мягче, у нее меньше гуляния коробки, и она не может разболтаться, то есть тут нечему болтаться, здесь просто пластиковые, так сказать, уплотнения стоят, не резина. Может быть, со временем яна сломается, не спорить, спорить с вами не буду, может быть, но тросиковая система мне больше понравилась, потому что вот это, это, ну, русская хрень какая-то, честно, может быть, и она здорово работает, честно, но взять тот же, к примеру, карданчик, вот он уже у нас закисший от масла, грязи и так далее, то есть, его если разработать, может быть, работать нормально и будет, но тем не менее, честно сказать, вот эта система мне не нравится, вот я надеюсь, получится у нас поставить все-таки вот эту, с шифтером, вот, что дальше, а дальше, наверное, все-таки мне придется поднять свою попу с моего любимого кресла, вот, и показать вам уже все более подробно, погнали, и так, что же, ну, для начала, давайте, вот они, кулисы, вот их не отличие, это вот, с V6, вот такая вот, тяговая, и вот такая вот, тросиковая, на шифтерах, то есть, вот, шифтер один, вот шифтер другой, на тросиках, это вот, с двухлитрового, вот, коробка у меня есть еще одна, также, 1.8, 2 литра, они идентичны, вот это вот у нас переключает, если я не ошибаюсь, да, нейтральку, вот это у нас, нет, вот эта вот часть, это нейтральное положение, вот эта часть у нас уже включает сама непосредственно передача. Что по поводу коробки от V6, вот этот, так скажем, крепление карданчика, где это ходит вперед-назад, вот, как бы она поворачивается, это у нас нейтральное положение, вперед-назад, естественно, включается у нас передача. По первому взгляду коробка выглядит примерно точно так же, по колоколу, по креплениям, вот, единственная, в чем разница, стартер здесь стоит сверху, вот это вот все-таки, наверное, единственный будет минус, потому что и коробка не подойдет, потому что здесь у нас стоит стартер внутри, точнее, вот здесь вот, во внутрях, с задней стенки двигателя, вот здесь вот, я думаю, вы видите, вот там стоит у нас маховик, и он как бы заводит, а здесь у нас места банально под него не будет, мы его не поставим, да, мы его здесь банально просто не поставим, так что ответ, точнее, вопрос с заменой коробки от V6, точнее, двухлитровую на V6, она не подойдет, потому что у нас будет проблема с колоколом в плане подхода стартера, и мы, скорее всего, завести не сможем. По подушкам, смотрим по подушкам, у нас двигатель стоит под капотом на пространстве вот так вот, то есть мы берем подушку в коробке, то есть она у нас здесь на двух, и здесь на одном, здесь принцип тот же, одно крепление, здесь у нас два крепления, так что, скорее всего, подушка банально может подойти, но размерами, здесь она вертикальная, то есть она больше, гораздо здесь, она гораздо меньше, и она втулковая, то есть она как сайлентблок работает, там она работает как опорник. Спереди, ну это, вот здесь вот стоит подушка, так будет, думаю, лучше видно, то есть они располагаются примерно на одном и том же месте, подушка задняя, такое же расположение, как на V6, подушка, которая идет справа, крепится вот здесь на лонжерон, вот здесь вот эта вот подушка, вот она точно не подойдет от двухлитрового, объясняю чем, здесь она располагается как простая такая конфигурация вверх, вот, а здесь она естественно вот такая вот широкая и работает тоже как опорник, вот, вот эта вот часть, она у нас в принципе идентична двухлитровой, то есть все пины все то же самое как у нас крепление на железочку, и вот смотрим пины здесь, также поворачиваем креплением на кузов сюда, и пины в принципе все те же самые, нету правда вот двух пинов, здесь видите вот средняя строка, и вот они два пина нету, здесь они у нас походу есть, да, здесь два пина есть, поэтому теперь снова возникает вопрос, законнектится ли хотя должен ну а в подкапотке в любом случае хватит места, потому что ну я видел такие форды, ездил в Питере на одном, у которого я потом ездил забирал руль, сиденья, фары, ну в общем вы видели эту историю, в общем вэшка в них стоит, осталось только это все впихнуть и подключить вот этот самый страшный для меня жгут проводки, ну ничего справимся, и вот это вот самая главная штучка, куда она вставляется весь коннект, двигатели клевые, на самом деле что 2 литра прет, что прет 2.5, потому что меня катали, звук просто обалденный, даже этот двигатель перед тем, как его забирать, мы его завели, послушали, цепи вообще не тарахтят, цепь работает тихо, их там 2, естественно, понятное дело, он работает ровно, как бы без всяких каких-либо нареканий в двигателе, в принципе, больше, ничего, так что, ребят, следите за новостями, следите за видео, начнем, в принципе, уже, наверное, сегодня его вставлять в форда, это уже будет уже отдельной серией, теперь я буду заниматься только фордом, потому что жига у меня отрыгнула, отрыгнул у нее мотор, короче, ситуация следующая, завел тачку и появился какой-то стук охуевший и все оказалось вот так вот, я просто вахаю, и поскольку на жигу пока нет денег и, в принципе, у нас и погода не позволяет, чтобы на ней как кататься, нет желания ее даже сделать, нет желания и денег, давайте так скажу проще, пожелайте мне большой удачи, потому что я понимаю, это не один день и не пару часов, обязательно подписывайтесь на канал, вкладывайте колокольчик, чтобы не пропустить новые серии и как бы запуск данного движка, ставьте лайки, комментируйте, каждый комментарий прочту, каждый отвечу, поддержите просто-напросто лайком, буду вам за это благодарен, всем пока-пока. Я, если честно, буду прикалываться, если он все-таки не влезет, это будет прикол.